Я приветствую зрителей канала АТВ. Это полезный проект «Среда». К нам в эту студию приходят гости, у которых всегда есть что спросить. Меня зовут Александр Овчаров. Представляю вам нашего гостя. Генеральный директор компании ОАО «Молочный комбинат Ставропольский» Сергей Анисимов. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Тема, которую мы сегодня затронем, будет интересна каждому. При этом она будет еще и полезна. Ведь известно то, что мы едим. Сегодня нам, потребителям, представлен огромный выбор молочной продукции. И не секрет, что среди этого многообразия есть и не совсем качественная. В том, как не ошибиться в выборе, мы попробуем разобраться сегодня вместе с нашим гостем. Сергей Владимирович, скажите, как обычному потребителю отличить фальсификат от полезного товара? Как это сделать? Вообще, как бы, пищевую промышленность, как бы вообще, а молочную промышленность в частности, сейчас как бы захлестнула волна фальсификата. Можно сказать, что сегодня есть две молочных промышленности. Это заводы, которые, в основном, это те заводы, которые остались после Советского Союза и сохранили традиции и как-то удерживаются. Или там глобальные компании, у которых жесткие стандарты качества, у которых есть репутация и которые боятся потерять свою репутацию и рискуют своим брендом. И вторая отрасль – это фактически отрасль фальсификаторов молочной продукции. Это очень много заводов появилось в стране. Такие заводы – однодневки, наверное, да? Ну, однодневки, но уже некоторые из них уже работают по нескольку лет. А как получается? Хотя, как у них получается, я думаю, что здесь, ну, начнем с экономики. Начнем с экономики. Килограмм молочного жира сейчас стоит там 400-500 рублей, а килограмм пальмового жира стоит 50 рублей. Замена молочного жира на пальмовый, ну, очень экономически эффективна. Вот, поэтому сейчас появились, началось с масла. Первое, что начали подделывать – это масло. Потом сметана. А как вот понять, заходит человек в магазин, и как отличить продукт, в котором пальмовое масло? Ну, в составе… Отличить его невозможно, потому что то, что там есть, допустим, пальмовое масло, пишут только добросовестные производители. И тогда они должны писать не масло крестьянское, а спред или, допустим, продукт какой-то, да? Но они не имеют права написать сливочное масло. А это фактически, это фактически уже криминал. Это криминал, когда в бумажке, на которой написано масло крестьянское, да, в этикетке или фольга, там, допустим, да, на ней написано масло крестьянское. Жир 72,5%, а внутри ароматизированное пальмовое масло, которое по запаху будет даже лучше, чем настоящее, потому что там химические ароматизаторы молочного жира полностью имитируют запах молочного жира. И вкусовые там наполнители, которые тоже очень похожи на молочный жир. Как человек отлечит, он отлечит, когда он это съест. Когда он съест, он почувствует, что переваривается как-то не так, будет какая-то тяжесть в желудке или вообще не будет перевариваться, да? Потому что температура плавления у этих жиров, они совсем другие, да. И первое, что можно отличить, это, конечно, отличительный признак, это, конечно, цена. Вот, то есть хорошее масло, хорошее масло, оно сегодня не может стоить дешевле, чем, допустим, продается на белорусской товарной бирже. Это центральная сегодня биржа по продаже молочных продуктов. Вот, то есть дешевле, чем в Белоруссии, сливочное масло стоить не может. Вот сейчас там, по-моему, 330 рублей цена сливочного масла, да, где-то вот так. За килограмм? Да, за килограмм. То есть все, что в магазине будет дешевле 330 рублей, это уже очень подозрительно, потому что это, скорее всего, или фальсификат, или уже просрочено по срокам хранения. То есть, допустим, может быть даже настоящий молочный жир, но у него с руки уже истекли. Ну, то есть нужно ориентироваться на цену. Второй, наверное, совет можно дать потребителю, нужно ориентироваться на производителя. Доверять, отдавать предпочтение тем, уже с кем сталкивались, то есть уже понятно, что цена адекватная, и все-таки на какие-то новинки более пристально обращать внимание. Да, это как бы следующий отличительный признак после цены, как бы это бренд. Да, то есть есть, допустим, ну, например, наше предприятие, да, мы работаем в городе Ставрополь. У нас работает 1200 сотрудников, это все жители города Ставрополя. У них есть семьи, вот, то есть я думаю, что аффилировано с нашим заводом тысяч 10, тысяч 10 жителей города Ставрополя. То есть это семьи, дети, родители тех, кто у нас работает там и так далее, да, то есть они все общаются. Если, допустим, у нас на заводе что-то не так происходит, то через некоторое время весь город будет знать. То есть это те люди, которые знают продукцию изнутри. Да, у нас утаить ничего невозможно. То есть вот если мы что-то сделаем не так, ну, условно, фальсификат какой-то произведем на заводе, город будет знать моментально. Потому что 1200 человек работает, никаких тайн быть вообще не может, да. Потом мы находимся здесь. Если к нам возникают какие-то претензии, мы ведь никуда не исчезнем, да, их всегда можно нам предъявить. Вот, потом мы с 28 года на рынке, скоро будет 100 лет уже, как существует наше предприятие, да. Вот, у нас есть фирменная сеть, через которую продается наша продукция и где мы гарантируем качество этой продукции и где можно предъявить претензии, если это качество не устраивает. Вот вопрос к качеству. Как вы подбираете поставщиков сырья? Каким образом вы выбираете их? Ну, мы работаем с лучшими хозяйствами Ставропольского края. Вот, причем даже у этих лучших хозяйств мы берем не все молоко. Ну, например, вот колхоз Казминский у нас, один из лучших колхозов Ставропольского края. Мы берем молоко у него только с одной фермы. Это на хуторе Саратовском они поставили новейшее оборудование фирмы Делаваль и получают молоко прекрасного качества. Вот это молоко забираем мы. Все остальное, у них вообще 40 тонн молока, вот из этих 40 тонн 15 тонн забираем мы, а там 25 тонн они продают куда-то. Вот, те 25 мы не берем, то есть мы отобрали самое лучшее для себя и его дорого, но выкупаем. Вот, или у нас, допустим, есть мегаферма Лесная дача, там до 40 тонн молока в день. Вот, там роботы, там стоят даже роботы. Вот, вот то молоко, которое делают роботы, доят роботы, да, мы используем для производства молока отборного. То есть мы его даже не пастеризуем, мы его, вернее, мы его не сепарируем, мы его только пастеризуем и сразу разливаем. Вот, потому что оно чистейшее молоко, оно как бы в лучших условиях доения, чем обеспечивают роботы, никто обеспечить не может. То есть вы изначально, когда подбираете поставщика, берете какую-то пробную часть, да, проводите там исследования в лабораториях, наверное, да, как выбираете? Нет, мы исследования проводим каждый день. То есть каждый день, когда поступает молоко, мы его анализируем и в зависимости от качества молока идет оплата молока. То есть это ежедневный процесс. Ну, то есть оно немножко варьируется? Выписывается, да. У нас есть анализатор молока, называется Мелкоскан, вернее, у нас их два. Один минор, маленький, который стоит там 30 тысяч евро, а второй большой, который стоит 150 тысяч евро. И мы определяем очень много показателей сразу молока. Вот, мы и фальсификацию можем увидеть молока там и так далее. Но сегодня фальсификация молока, вот, серьезные крупные хозяйства, они не занимаются. А вот есть такой миф, что молоко делают из сухого молока. Сухое молоко в производстве молочных продуктов, таких как молоко, да, ну, во-первых, его опасно использовать, потому что запах появляется. То есть все равно при сушке появляется какой-то запах пригара, вот, и люди его чувствуют. Вот, то есть, ну, я вообще, как бы, знаю, что только в районах Крайнего Севера, там, где нет, ну, и сейчас и там перестали использовать, потому что сегодня есть молоко в тетропаках, которое хранится до года. И везут вот это молоко уже туда, то есть не восстанавливают. Вот, на тонну сухого молока, чтобы посушить, нам это обходится где-то 30 тысяч рублей. Вот, поэтому сухое молоко, его экономически, рационально использовать только как добавку. Потому что потом его снова восстанавливать, это очень дорого получается. Вопрос такой, насколько развит рынок молочной продукции у нас в крае, по сравнению с другими регионами? Ну, если взять город Ставрополь, да, то такого ассортимента молочной продукции, как выпускаем мы, например, да, не выпускает ни один завод в России. Сегодня у нас больше 500 наименований продукции. У нас есть уникальные виды молока, допустим, которые выпускаем только мы. Например, молоко ночной дойки, молоко с лактулозой, вот как раз сейчас сезон болезней гриппом, люди болезней гриппом, то есть эпидемии гриппа, люди сейчас пьют антибиотики, как раз вот это молоко с лактулозой, это его надо пить одновременно с приемом антибиотиков. Чуть позже у нас речь об этом пойдет в сюжете. Вопрос к качеству мы уже поднимали, качество сырья, а как контролируется качество уже готовой продукции на вашем заводе? У нас есть лаборатория, которая контролирует все физико-химические показатели, микробиологические показатели. И каждое утро у нас работает дегустационная комиссия, в 8 утра у нас работает дегустационная комиссия, в состав которой входят все начальники цехов. То есть у них завтрак получается? Да, они приходят и пробуют всю ту продукцию, которая уходит в город. То есть они ее еще раз проверяют, прежде чем мы ее как бы отпустим в город. Они в чем партии берутся прямо с продовольственного склада, откуда она отгружается. Мне кажется, это очень показательно, когда те люди, которые произвели продукцию, они же сами ее попробовали, и только потом уже отправляют потребителя. Я сам покупаю всю нашу продукцию, специально покупаю ее в разных фирменных магазинах, потому что есть еще опасность в том, что условия хранения тоже могут повлиять на качество. Поэтому, когда покупаешь в одном магазине, они приспособились, и всегда все будет хорошо. А я покупаю в разных. Случайная выборка делается, да? Да, да. Скажите, чем отличается продукция вашего завода, в чем ее преимущество, основные преимущества перед конкурентами? Ну, я считаю, что самое главное наше преимущество – это то, что мы добросовестные производители. Мы добросовестные производители. Если мы пишем, что это масло сливочное, это 100% масло сливочное. Мы готовы к любым анализам. Число Рехарда Месслера – это содержание свободных жирных кислот, характерных для сливочного масла, там будет 28-34, а не 2, как в пальмовом масле, допустим. То есть мы отвечаем за все, что написано на этикетке, и гарантируем, что это является правдой. Мы никогда не обманываем покупателя. То оборудование, которое сегодня есть у нас на заводе, оно позволяет производить очень высококачественную продукцию. Иногда даже это нам вредит. Ну, например, вот в городе распускают тоже недобросовестные конкуренты. Они распускают информацию, что молоко МКС не киснет, поэтому типа оно вот не натуральное или там чем-то обработано. А на самом деле, на самом деле ситуация следующая. Мы лет 6-7 назад, мы потратили где-то 3-4 миллиона евро и купили линии, финские линии асептического розлива молока, где все потоки закрыты. Практически все крупные хозяйства, которые серьезно занимаются молоком, произвели техперевооружение своих ферм, и у них очень хорошее стоит оборудование доивное. Они очень чисто дуют, очень чисто. И поэтому, когда приходит молоко, в котором нету спор, или почти нету спор бактерий, мы его на асептических линиях розлива пастеризуем и убиваем те бактерии, которые в нем есть, и в нем нету спор, у него срок хранения резко увеличивается. То есть, все благодаря оборудованию и технологиям? Конечно, да. Благодаря оборудованию и технологиям у наших партнеров, производителей сырого молока и у нас. То есть, сегодня и там, и там резко улучшились технические возможности. Наука и техника шагнули и позволяли... Конечно, да. Поэтому наше молоко, допустим, пастеризовано, оно 10 дней смело выдерживает. Смело 10 дней. Может и 15 выдержит. Наши корреспонденты недавно побывали у вас на предприятии, лично смогли оценить работу вашего завода. Давайте посмотрим сюжет, который они подготовили. Некачественная молочная продукция попала в Ставропольские детские сады. Губернатор края назвал эту ситуацию чрезвычайной. Поручил порвать контракты с прежними поставщиками и наладить связи с местными, проверенными производителями. Не там сэкономили, уверены ставропольские бизнесмены. Плюс 20 миллионов в бюджет, минус качество обедов, а значит и здоровье детей. О том, что натуральные продукты не могут быть дешевле себестоимости, говорит несложная математика. Там, допустим, килограмм масла стоит 40 рублей. 40 рублей у нас стоит литр молока сегодня. А по 30 рублей мы его покупаем в селах. То есть понятно, что за 40 рублей килограмм масла поставить нереально. Итак, плюсы того, что поставщиком станет местный производитель. Во-первых, молочные продукты будут доставлять в кратчайшие сроки. Во-вторых, это пополнит бюджет нашего, а не соседнего региона. Часть денег вернется в виде налогов. Ну и главное – качество. Местные производители, как говорится, на виду. Конкурировать с фальсификатом мы не можем. Фальсификат мы не будем выпускать даже по приговору суда, для того, чтобы понизить цены. Поэтому мы продавать будем только натуральную молочную продукцию. Главный контролер – сам народ. В МКСе работает более 1200 ставропольцев. И если что-то пойдет не так, сарафанное радио сделает свое дело. И, скорее всего, очереди в фирменные магазины заметно поредеют. Но пока сотрудники комбината сами едят и другим советуют свою молочку. Только своей продукцией пользуются, никакой другой. Я, во-первых, знаю, как это изготавливается. Это натуральный продукт. Никакого сухого молока, ничего. Только настоящее. И полезное. Например, низколоктозное молоко. Этот продукт в России производят только в Санкт-Петербурге и Ставрополе. Такое достижение комбината на выставке «Золотая осень» высоко оценил и премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Низколоктозное молоко. Это то, что наш крайне продубленное молоко. Это что нам пытаются из границы привозить. Ссылки на то, что у нас его не производят. Нет, у нас производят точно. А в период массовой эпидемии наиболее актуально молоко с лактулозой. Оно заметно уменьшает негативное воздействие антибиотиков на организм. Кроме того, МКС производит относительно новые для отечественного рынка продукты. Например, итальянские сыры «Пармезан», «Моцарелла», а также полезное индийское масло «Гхи» и популярный английский сыр «Чеддер». Важный пункт импортозамещения – цена. Здесь она гораздо ниже, чем у привезенных заморских. Да и ставропольцам сыр нравится. Скажем, на свой день рождения для своих гостей я беру только пармезан наш. Чудесный. Чудесный. Еще бы! Производят этот пармезан в Ставрополе. Только вот рецепты и технологии от лучших итальянских сыроделов. То есть мы отправляли наших специалистов в Англию, они учились делать сыр «Чеддер», отправляли в Италию, они учились делать сыр «Пармезан», ездили на стажировки в Данию, из Дании к нам приезжали сыроделы. А буквально через неделю на комбинате пройдет семинар крупнейшей микробиологической компании «Христиан Хансен». Специалисты опробуют новые закваски и, возможно, богатый ассортимент МКСа пополнится интересными продуктами. Я покупаю МКС в ПДУС, потому что очень вкусная, качественная. Девочки красивые здесь. Я довольна. Я хоть и живу туда, дальше вниз, я всегда хожу в этот магазин. Я никогда не пойду брать другую продукцию, потому что здоровье моей семьи дороже всего. Мария Жирова, Владимир Кириллов и Александр Лукьяшко. Приятного аппетита! В сюжете шла речь о молоке, о том самом молоке, который оценил Дмитрий Анатольевич Медведев. Расскажите поподробнее, как оно производится, в чем его уникальность, этого молока. Я знаю, что его делают только... Опять же, в сюжете шла речь, что в Санкт-Петербурге и у нас в Ставрополь. Что это за молоко такое? Ну, там речь шла о низколоктозном молоке. Вот, мы его выпускаем уже 6 лет, но наш председатель правительства об этом узнал только в октябре на выставке «Золотая осень». А до этого его уверяли, что в России низколоктозного молока не делают. Поэтому, когда вводили контрсанкции, надо было сделать исключение для Финляндии, чтобы они все-таки это низколоктозное молоко поставляли. Вот. И он был очень удивлен, что, оказывается, в городе Ставрополь это молоко уже 6 лет выпускается. И более того, активно оно завозится в Москву. Вот, мы его поставляем 6 лет в Москву. Вот. Это молоко для тех, кто не пьет молоко. Это примерно 30% населения России, у которых как бы нет фермента лактазы или бета-галактазидазы, которая может расщеплять молочный сахар до глюкозы и галактозы. И поэтому люди, когда пьют это молоко, у них начинается там газоотделение, обручание какое-то в желудке, аллергия к молоку. Вот. И с возрастом очень многие люди перестают, теряют способность потреблять молоко. Вот. Вот для них мы этот молочный сахар мы расщепляем на заводе. То есть мы вносим фермент бета-галактазидазу и молочный сахар лактозу, расщепляем до простых сахаров, глюкоза и галактоза. И это молоко уже могут потреблять 100% населения. Это какой-то сложный технологический процесс? Почему? Это процесс гидролиза. Это процесс гидролиза. Это достаточно... Ну, там свои нюансы есть, да. Мы единственные в России, кто пока освоил эту технологию. Это тоже где-то... Это финская технология была. За границей обучались или... Нет, 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 нет. Это они за границей обучались. Вот просто так получилось, что в 90-х годах, вот я пришел на этот завод в 92-м году из научно-исследовательского института. Я был замдиректора научно-исследовательского института. И вслед за мной пришло еще 50 примерно высококвалифицированных сотрудников. Из них 22 кандидата наук. И в институте мы занимались этим процессом гидролиза в свое время. То есть у нас были специалисты, которые знают, как это делать, умеют это делать. И нам не составило большого труда это воспроизвести в производственных условиях. То есть это на ровном месте сложно сделать, когда есть... Ну, обычные технологи на обычных заводах, я думаю, что им будет сложно это сделать. Сергей Владимирович, если возвращаться вот к той теме, которая сегодня была затронута в программе, история с детскими садами, та ситуация. Что нужно делать, чтобы такого не повторилось? Я считаю, что вот та комиссия, которая у нас существует при городской администрации, или комитет, который разрабатывает условия проведения тендеров, они должны более профессионально подойти к этому вопросу. Если мы говорим о том, что для детского питания должно использоваться только высококачественные молочные продукты, свежие, свежеприготовленные, как это было в Советском Союзе, допустим, там было запрещено применение вообще консервов, любых консервов, не обязательно молочных, и мясных, и рыбных, в детском питании было запрещено применение. То есть, если мы хотим, чтобы наши дети в наших садах ели не фальсификат, не консервы, а настоящую натуральную молочную продукцию, выработанную из молока, и она должна быть свежей, то для этого конкурсы надо проводить не среди предприятий малого бизнеса, а только среди производителей молока, которые перерабатывают реально сырое молоко, полученное на лучших фермах Ставропольского края. То есть, в конкурсной документации должно быть, что это предприятие должно доказать, что оно реально получает молоко сырое, а не работает с концентратами. То есть, оно должно быть зарегистрировано в Минсельхозе Ставропольского края. Как правило, эти предприятия еще и получают субсидии. От закупленного сырого молока, как бы, они получают субсидии. То есть, они все известны. Но это по аналогии можно привести, скажем, банк, да? Вот если вы идете в банк, хотите взять кредит, если у вас есть кредитная история, да, вам дадут кредиты на хороших условиях, если у вас хорошая кредитная история, да. Так и у каждого производителя сегодня есть репутация, есть своя история кредитная, да. Вот, был ли он замечен в случаях фальсификации, да. Вот, санэпиднадзор имеет досье на всех сегодня, да. Вот, то есть, вот это должно учитываться все при проведении конкурсов. Это все очень просто сделать. Я думаю, может быть, даже городская дума для того, чтобы в каком-то смысле защитить администрацию города, может быть, по питанию детей в дошкольных, школьных, больницах и других социальных учреждениях, должна отдельно принять какое-то постановление, в котором бы они настаивали на том, что это питание должны осуществлять только добросовестные производители, допустим, и расположенные, скажем, не дальше 200 километров от детского садика. Это вот, да, кстати, та же самая советская практика, да, наверное, когда предприятие должно находиться вот в определенном там радиусе, чтобы оно успевало привезти свежую молочную продукцию, чтобы дети кушали все свежее. Вот, то есть это уже все было, это просто все надо восстановить. И вообще, как бы, городская дума, как я понимаю, должна задаться вопросом. Это из бюджета города Ставрополя. Почему бюджет города Ставрополя поддерживает производителей Ростовской области? Вернее, не производителей, а малый бизнес Ростовской области. То есть деньги из нашего региона, то есть мы поддерживаем не своих производителей, не граждан города Ставрополя, допустим, у нас 1200 граждан города Ставрополя работают на нашем заводе. Просто есть возможность у нас в крае замкнуть этот круг, чтобы, опять же, и... Ну, по-нормальному так и делают, по-нормальному так и делают. Этот круг, он должен быть замкнут. А вот то самое ночное молоко, пару слов о нем, как это все происходит? Ночное молоко мы делаем на ферме колхоз Ворошилова Труновского района. Вот, мы с ними договорились, что они будут доить ночью. С 12 до 4-5 часов утра происходит дойка. Вот, они собирают это молоко в отдельную емкость. Ночью содержание гормона сна, мелатонина в молоке увеличивается в 40-50 раз. Очень важно, чтобы это молоко не попало на свет, потому что на свету гормон сна гибнет. Поэтому все потоки должны быть закрыты. То есть это все за ночь происходит? Да, или привезли на завод, скачали без доступа света обязательно, чтобы свет не попал. И дальше это молоко тоже разливается в асептических условиях, закрытые потоки. Все потоки закрыты у нас на заводе. То есть нету доступа людей, то есть люди не видят это молоко. То есть все в трубах, никто ничего не видит. То есть видят уже готовый пакет. Такое секретное молоко видят только те, кто доили и те, кто употребляет уже. Да, да, да. Ну что же, было очень интересно и полезно. Напомню, гостем в нашей студии сегодня был Сергей Владимирович Анисимов, генеральный директор ООО «Молочный комбинат Ставропольский». Сергей Владимирович, спасибо вам и до встречи. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ООО «Молочный комбинат Ставропольский»